итак теперь вот мы с вами во всеоружии уже как просто как апологет начали как философы знакомые со всем наследия философских веков пошли к того чтобы разобрать непосредственно самые основные философские аргументы в пользу существования бога и фундамента наиболее фундаментальным из них является антологический аргумент он тасс бытие существование антологический аргумент его в чем его сила и в чем его слабость его сила его слабость в одном и том же он не опирается ни на что кроме самого понятия бог это априорный аргумент в этом его сила потому что секретирует а вот то что на нашем опыте это может быть подвергнута сомнению после точки зрения подвергнутся мне не может в этом его слабость прошли это а вот как показал что значит сразу мы ничего понять не можем вот что традиционно считается что кант опроверг этот аргумент хотя это далеко не так и более того значит любой другой аргумент как в пользу существования бога так и против существования бога фундаменте своем имеет антологический аргумент существования наиболее известные формулировки этого насчет аргумента это формулировки ансельма кентерберийского жившего в одиннадцатом веке первая формулировка звучит так бог это высшая сущность эти все согласны да это определение это то что собственно под понятием бог мы подразумеваем высшая сущность должна быть всесовершенна то есть обладать высшим совершенством иначе она не будет высшей правильно тоже очередная вещь существование это одно из совершенств вследно бог должен обладать существованием собственно вот это вот предпосылку номер три что существование одно из совершенств и ставит под сомнение мануил кант он говорит что существование не является предикатом это свойство это не какая-то характеристика вот и на основании этого кант как раз антологический аргумент и отвергал но дело в том что у ансельма кентерберийского в той же самой работе две формулировки и всегда где вы встретитесь критикой аргумента ансельма всегда это критика первого первой формулировки вторую формулировку никогда не критикую потому что это бесполезно она значит формулирует например так по определению бог это сущность выше которой ничего невозможно представить существование без возможной альтернативы не существование выше чем существование такой альтернативы. Таким образом, высшее, которое ничто не может превзойти, не может не существовать. Давайте, не записывайте, это есть в учебнике, зачем верить Бог есть. Ваша незадача не вот запомнить эту формировку, а понять. Давайте пытаемся разобраться. Я понимаю, что вы уже достаточно заботились, да? Значит, итак, представьте себе, что у нас есть две указки. Одна, которая может существовать только в нашем сознании, а действительно существовать не может. А вторая, которая может существовать и в нашем сознании, и в действительности. Какая из них как сущность выше? Вторая, которая существует и в нашем сознании, и в действительности. Теперь мы говорим, что, давайте себе представим две идеи Бога. Бог, который существует только в нашем сознании, а в действительности не существует. И Бог, который существует и в нашем сознании, и в действительности. Какая из этих идей выше? Вторая. Но раз вторая идея выше, а по определению Бог – это то, чего выше ничего не может быть, то первая идея Богом не является. Понятно? То есть, если мы можем придумать что-то выше, чем то, что мы считаем высшим, то она автоматически не является высшим. Значит, первое не Бог. Вот. Таким образом, уже сама по себе идея Бога включает в себя то, что Он не может не существовать. Если первая формулировка Ансельма Контерберийского основана на предсказуемости существования совершенной сущности, что Бог, скорее всего, должен существовать, то вторая на невозможности несуществования необходимой сущности. То есть, сущность, которую мы называем Богом, она не может не существовать, потому что противоречит самому понятию Бога. Вот. На вот таком абстрактном философском уровне это может звучать сильно запутанно и непонятно, потому что это скелет. Но дальше на этот скелет можно одеть любую плоть. Именно на этот скелет одевает плоть апостол Павел, когда приходит в Афины. В 17 главе. И говорит, что Афиняне, вот Бог, тот самый неведомый Бог, которому вы поклоняетесь, это тот Бог, который сотворил нас с вами. Он есть высшая сущность. И поэтому то, что мы творим, уже Богами быть не может, потому что даже ниже, чем мы. То есть, Павел исходит в этот самый аргумент. Что Бог является высшей сущностью, если мы можем придумать что-то выше Бога, значит, это не Бог. Как сегодня феминистическое движение Нью Эйдж, поклоняясь Богоматери, имеет свой лозунг. Наша богиня родила вашего Бога. Вот. То есть, ну понятно тогда, что Богом он не является по определению, если же есть что-то высшее. Вот. Понятно, да? И понятно, почему все так любят критиковать первую формулировку и не любят критиковать вторую. Потому что первая покажет, что должно быть, а должно быть и есть, а на днюдь не одно и то же. А вторая говорит о том, что не может не быть. Современная формулировка. То есть, кто это, как сформулировал это в свое время Ансельм, значит, любая мысль должна опираться на нечто, по крайней мере, возможное вне себя. Потому что там, где есть значение, там должно быть и нечто значимое. Значимое без значения может быть. То есть, если что-то, чего-то мы еще не знаем, и мы им название не дали. Но если есть значение, то должно быть что-то значимое. Лишь противоречивые мысли, то есть сами себя опровергающие, меньше возможного. И значение должно указывать на нечто большее, чем его собственное содержание или непротивотивость. Иначе оно не имеет смысла. Движение от мысли к реальности основано на априорном, то есть до этого существующем, обратном движении от реальности к мысли. Полная иллюзия невозможна. Иллюзия предполагает некую реальность. Если мы считаем, что это иллюзия, значит, главная проблема буддизма, для которого весь мир, это иллюзия. Раз есть иллюзия, значит, есть реальность. Потому что если бы не было, на каком основании можем что-то считать иллюзией, если реальность не существует? Иллюзия это что-то, что реальностью не является. Несуществование не является предметом, не является существованием. Как вот зло, как тьма, то, что мы говорим, как ложь. Несуществование чего-то говорит о возможности его существования. Заблуждение возможности лишь в отношении специфической реальности. Если бы стерли наш любимый стакан с ложечкой согнувшейся. Но это, значит, заблуждение возможно, но в отношении специфической реальности, но не относительно всей реальности в целом. Далее. Необходимое существование необходимой сущности по крайней мере возможно. Потому что внутри этого нет никакого противоречия. Раз оно необходимо, значит, оно необходимо. То есть вполне это состоятельная точка зрения. Единственный способ отрицать, это переписать какое-то специфическое значение слову «возможный». В обычном смысле это слово «возможный» никакого противоречия того, что «возможное» необходимое существование не существует. Но поскольку эта сущность необходимая, у нее какое-либо по крайней мере возможное существование неотделимо от возможного и фактического. Необходимая сущность не может обладать просто возможным существованием. Если необходимая сущность может быть, значит, она должна быть. Почему? Потому что Бог по определению является независимым существованием. Если Бог от чего-то зависит, Он не Бог. И следовательно, в отличие от других просто возможных, не может быть произведением какой-либо другой сущности. Бог вечен, и следовательно, не может возникать или исчезать, подобно тому, как возможные сущности. Следовательно, первопричина обязательно обладает как возможным, так и обязательным существованием. В принципе, направление рассуждения понятно. Да я понимаю, что трудно каждую из этих аргументов полностью осмыслить. Но главное, что раз есть понятие первопричина, то, соответственно, оно в себя… Понятие нечто высшее, это первопричина, несколько вставленная с другой оперой, но это вставил Харстон, я не могу изменить. Потому что первопричина, он соединяет таким образом антологический аргумент с космологическим аргументом. Но раз высшая сущность, если у нас есть понятие высшей сущности, то высшая сущность обязательно обладает существованием. Тут еще нужно понять, что когда Кант критиковал эту идею, он еще… Тут еще возникает не то, чтобы умышленная подмена понятия, но разное понимание во времена Канта и во времена Ансельма одни и те же термины. То есть, понимаете, Бог… Если мы попытаемся просто сформулировать этот антологический аргумент, он сводится к чему? Бог существует, потому что существует идея Бога. Можно из этого сделать вывод, что розовые драконы существуют, потому что существует идея розовых драконов? Нельзя. Потому что розовый дракон – это возможная сущность. Он может быть, а его не может быть. То есть, само свойство идеи Бога – Бог абсолютная сущность. Бог является идеальной сущностью, именно поэтому это рассуждение применимо к идеальному, но не применимо к ограниченному. Но когда Ансельским термейским употребляет слово «идеальное», что он имеет в виду? Он имеет в виду абсолютно, высшее. То есть, идеальное в смысле совершенное. Слово «идеальное» может иметь значение. И вот именно это значение имеет в виду совершенство. Кант говорит, тот тоже аргумент. От того, что у меня в кармане есть идеальные пять гульденов, которые я замыслил, идея, существуемая идея, это вовсе не значит, что у меня в кармане появились реальные пять гульденов. Кант тоже прав. Вопрос в том, что они слово «идеальное» используют по-разному. То есть, одно и то же слово имеет разные значения. Когда об идеальном говорит Ансельм, он имеет в виду совершенство. Когда об идеальном говорит Кант, он имеет в виду идею, которую у нас в голове. То есть, от того, что у нас есть идея розового дракона, и то, что есть идея розового дракона в кантовском понимании слова «идея», это не делает розового дракона идеальным в ансельмовском понимании слова, потому что он все равно не совершенен. Это возможная сущность, сущность, которая может быть, а может и не быть. Понятно, да? Видеосеминария ТВС – благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok